Идти немножко отдохнуть, просто чтобы переключиться и вернуться уже с новыми силами к большим проектам. Ставьте себе большие цели, повышайте уровень комфорта, и ваше сознание, ваш мозг будет искать только те возможности, которые будут способствовать удержанию вашего нового урока. Почему стоит доплачивать за сервис? Потому что ты как белый человек сидишь в комфорте, не стоишь в очереди, а просто пришел, сдал свои вещи, регистрируешься в отдельном помещении, а потом идешь себе на рейс. Интересный момент, у нас другого уровня билеты просто, а все стоят в очереди. У тебя там тоже есть ребята из бизнес-класса, вот, мы просто подошли и спросили, типа, бизнес сюда? Говорят, ну да, только подожди, сейчас всех будут пускать. Короче, не стесняйтесь, подходите иногда, спрашивайте. Так, всем привет, это Тима Каспак, прямо у кабины пилота. Улетаем из Китая, здесь провели две с половиной недели, практически три недели. Я уже хорошую традицию выработал каждые полгода, привозить какие-то новые темы. В 2014 году всем говорил про тренд, будущий тренд электротранспорта, гироскутеров. В 2015 году это были разные умные часы, в 2016 году это были GPS-трекеры для детей. И в начале 2017 года мы первыми заявили про тренд спиннеров. Вообще, летать бизнес-классом, это иметь возможность полностью лечь в салоне. Привет, Мальдивы, мы приехали. Доброе утро, страна. Это Маша Кива, и пару дней после Китая надо здесь отдохнуть. Тот, кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает. Перестали разделять работу, отдых, все это жизнь. Так, всем привет, нас привезли в спа-комплекс. Екатерина Олеговна, что мы тут делаем? Массаж. Массажем, а будем делать массаж, покажу вам как. Прям здоровски-здоровски. Про переключения. Есть такой лайфхак, как испытывать всегда достаточное уровне энергии. Самое простое, это куда-то приезжать на пару дней, переключать внимание, выдергивать себя из процесса. Класс. Мы вам желаем Мальдив в вашей жизни, летать бизнес-классом и возить всю свою семью в эту прекрасную атмосферу. Если вы не знаете, как этого добиться... Тогда мы идем к вам. Нет, вы идете к нам. Места работы, о котором можно только мечтать. Так что, если ты готов, то жду тебя под этой пальмой. Сегодня каждый может стать супергероем. На выставке в Китае мы нашли чудесный костюм. А вон, смотри, костюм легендарного ведьмака. У нас есть один ученик, который очень удачно задвинул тему детских светильников. Мы можем производить в категории вот этих светильников верхнюю часть такую, как нам нужно. И он просто поменял позиционирование с детских светильников на корпоративные подарки. Делать для крупных государственных структур. Даже организовал поставку для молодежного фестиваля в Сочи. А все это началось здесь, в Китае. Это просто такие аксессуарные часы, которые стоят, скорее всего, здесь доллар. Может быть, полтора. Два доллара стоит. Знаете, первое правило, не суди по себе. Два с половиной доллара, ребят. А вот эти, смотрите, какие изящные. Прям реально крутые. How much is it? Yes, what he says. 3.6. Музыка. Музыка. Прошел ривень, и мы по-светлому еще собираемся попасть на другой край острова. Этой краснотой невозможно назвать. Пространство создает ощущение безграничного потока мыслей. И здесь, в этой вилле, как-то просторнее, светлее. Пошли к морю подойдем. Класс, он какой-то острый маленький. Ух ты, как прикольно. Расскажи про нашу лодку такси. Такси, отели до аэропорта. Единственный способ добраться в аэропорт в Мале, с нашего острова, это частная яхта. Китай каждый раз удивляет. Потому что приезжая сюда, ты понимаешь, почему стоит делать бизнес именно с Китаем. Это цены в несколько раз ниже, чем продают оптовики внутри твоей страны. Это новые товары, идеи. Темы, которые еще никто не продает. Есть один секрет, как находить здесь тренды. Я рассказываю его всем ребятам, которые путешествуют со мной в Китай. И в ближайшее время я проведу несколько мастер-классов на тему тренда и на тему новинок, товаров из Китая, о которых никто не знает и никто не говорит. И вы, посетив этот мастер-класс, узнаете про некоторые из таких новинок первыми. Ну что, увидимся на занятии. До встречи и пока-пока. Так, не забываем, не забываем все, что я вам говорил и продолжаем работать. До встречи и пока-пока.